19 века, вторую половину. Если они должны прочитать за полгода. Гончарова, Тургенева, Толстого, Достоевского, Лескова, Чехова, Островского, Чернышевского, Тютчева, Фета, Некрасова. Это что это такое? Это парнография. Это не образоваренно. Это черпуха, понимаете? Делание вида. Вот у нас учатся китайские студенты. Это весь эмблема нашего образования, не нашего факультета вообще. Они ни слова не говорят по-русски, получают диплом. Все? Что вы хотите? Вот я вам говорю. Значит, надо усвоить все, что лучи умы для нас сделали. Лучи умы. Какие-то лучи умы. Ну, можно назвать. Сократ, Платон, Аристотель, Гетель, Канн, Данте, Шекспир, Сафокус, Пушкин. Их надо читать. Они галиматию все это. А у нас там наверху, они совершенно невежественные люди. Абсолютно невежественные. Абсолютно невежественные. И помимо всего, еще равнодушные совершенно. У них ничего не интересует. Так вот, они думают, что чем новее, тем лучше. Поэтому 19 век, да, 19 век, это гордость русской литературы. Это во всем мире знают русскую литературу этого периода. Они дают полгода. Но Тургенева, Гончарова, Толстого, Достоевского, Тютчева и Феда. А на этих прихлебкиных, захлебкиных и прочих современных вот дают. Эти люди идиужи. Вот. Я мог так им прямо в воде и сказал. Если, конечно, уволиться с работы. Вот так я вам сейчас прочту. Как не надо относиться к классике. Вот у Саши Черного будет такой поэт. Есть такое створение. Читатель. Он вам рассказывает, как один человек обращается к своим друзьям и спрашивает. Что они читали? И он и о себе рассказывает. Сначала о себе рассказывает. Я знаком по последней версии С настроением Англии в Персии. И не менее точно знаком с настроением поэта Кубышкина С каждой новой статьей Кочарышкина Из газетно-журнальным песком. Вот он пристает друзьям своим. Кто читал? Ювенал на Вергилии. Оказалось, никто не читал. Утешение, конечно, большущее, Но в душе есть сознание сосущее, Что я сам до кончины моей, Объедаясь трухой в изобилии, Ни строки не прочту из Вергилии, В суеде моих пёстренькие. Вот у нас есть люди, Которые всю жизнь жрут одну туфту. И даже не знают этого. Вот в этом значение классики. Что такое русские классики? Вот я вам прочту, например. А совершенно объективное мнение, Объективное мнение. Не наше, Потому что мы вообще-то По бахвайству, наверное, Первое место в мире занимаем. Первое место в мире занимаем. Хотя все любят хвалиться, конечно. Все. Все считают себя самыми лучшими. Это правда. Но все-таки в этом отношении, Думаю, мы всех превзошли. Поэтому я вам прочту Оценку русской литературы И человека объективного. Со стороны. Вот он пишет. Значит, Философия Уступила место великим Философам и писателям Масштаба Киркегона и Ницша. Значит, он говорит о том, Что философия в 19 веке Академическая. Она отошла на второй план. Она была заменена Вот такими философами, Как Киркегон и Ницше. А еще больше потому, Что была отодвинута В тень целым созвездием Великих романистов. Прежде всего французскими И русскими писателями. Гоголем, Достоевским И Толстым. Это есть вершина. Мировая вершина. Понимаете? Мировая. Вот я вверх иду, Смотрю. Улица Льва Толстого. В Америке, В Америке в школе Дети читают Смерть Ивана Ильича. Почему? Мы говорим, Американцы тупые. Да, они тупые. Но они берут Все лучшее. И наше. А мы даже своего не знаем. Даже своего не знаем. Вот еще беда. Поэтому для вас Самый главный предмет Какой? Русская литература 19 века. Она вас Многому научна. Я вас предупреждал, Чтобы вы не верили Тому, что я говорю, А проверяли И думали. Вот это самое главное. Я вам еще мог Многое прочитать Высказывания Разных философов О том, что такое Русская литература. Это общепризнанно. Потому что Русская литература 19 века Это лучшее введение В мировую мысль 20 века. Вот я беру, Я читаю там Разные книги Разных философов Немецких, Французских, Тогда открываю Там указатель имен. Толстой, Достоевский, Чехов, Гоголь Почти всегда. Почти всегда. Больше никого нет. Не ваших любимых Там, свидания, Вот и прочих. Вот только Вот и все. Значит, Не поддаваться Моде Обязательно. Что я вам еще Хотел сказать? Вот я вам Прочитал В начале Пушкина, Но я вам еще раз Прочту, Чтобы вы над этим Задумались Немножко. Значит, Считаю еще раз Пушкина. Я замечал, Что Самое глупое Пугательство, Неосновательное Суждение Получает вес От волшебного Влияния Типографии. Нам все еще Печатный лист Кажется святым. Мы все думаем Как может это быть Глупо Или несправедливо Ведь это О Ведь это же Напечатано Вот даже Пушкин Так А нам Сам Бог Велел А еще По телевизору Поэтому Я хотел Вас Предупредить Что Лучше я Преувеличу Чем Недооценить Я буду Говорить Конкретно О том Что пишется О русской Литературе И о русских Писателях Но Это можно И расширительно Представить Значит 90% Того Что пишется О русской Литературе Чепуха Глимакия Чушь Собачья Для чего Я вам говорю Что Вы поняли Что Вы были Насторажены Что вы смотрели Так это Или не так Вот я вам Хочу почитать Вот есть Такой журнал Вопрос Литературный Издает Институт Мировой Литературы Академии Наук Вот там Статья Сейчас я вам Прочу ее Тем более Что вы в школе Походите Значит Горе от ума В меняющем Семьи О Название Такое Семьи Страниц Шизофренические Семьи Бреда Глемотией Болой Но вы хоть Не верите Но хоть Вы запомните Что я профессор Доктор наук И считаю так Значит вы думаете Все таки Есть люди Которые считают Что это Плохая Если Если Так Вы будете Думать Это Уже Хорошо Пусть вы Со мной Не согласитесь Не важно Но вы Примите Во внимание Что могут Быть Такие Вещи Вы Уже Здорово Продвинетесь Своему Интеллектуальному Развитию А сейчас Я вам Почитаю Некоторые Кто-то Выдержит Рад Боюсь Что вы Воспринимет Как чистую Монету Ну ладно Значит он Пишет Этот Горе Эти статьи Все делаются По шаблону Шаблон Такой Вот я пишу Горе от ума До меня Никто Его не понимал Все было Неправильно Вот только Я Правильно Напишу Это Обязательно Это Новато Критиковать Их нельзя Потому что Кто-то их критикует Тот Обскурант Отсталый Человек И так далее Жесткая Цензура Работает Вот поставить Такой Фильм Или Вот эту Пьесу Как богомол Идиот Поставил Братья Карамазовы Где женщина Играет Этого самого Алешу Карамазову Оригинал Оригинал Очень Оригинал Да Он говорит Он говорит О современии Достоевского Да Достоевский Знал О нашей Современности Столько Сколько Этим Дурачкам Богомолвам Во сне Тысячи Не приселся Он Его Богомолвам Осовременил Достоевского Это значит Надо потерять Всякое Представление О масштабах Ну Вот Я вам хочу Как этот Человек Пишет Вот он Приводит Цитату Грибоедову Грибоедов В письме Не помню Там кому Писут Катенину Пишет Ты находишь Главную Погрешность В плане Мне кажется Что он Просто ясен По цели Исполнения Девушка Сама Неглупая Предпочитает Дурака Умного Человека И в моей Каменье 25 глупцов На одного Здравомыслящего Человека И этот Человек Разумеется В противоречии С обществом Его Окружающим Его никто Не понимает Никто Простить Не хочет Зачем Он немножко Повыше Прочим Все ясно И просто Что пишет Этот товарищ Который Конечно Болен Счислав Кто На первом Месте В этой Конструкции Сюжета Начертанный Автором Девушка Сама Неглупая Значит Главная Героиня Это Девушка Но Вся остальная Цитата Говорит Не о ней А о Чацком Значит Люди Которые Привыкли Читать Не думая И верить К тому Что напечатано Считай Что так Оно и есть Дальше Я вам читаю Да Значит Пьеса Софьи Вовсе Не означает Только Софьи Или А Софьи Привык Просто Софья Прокладывает С собой Магистральный Сюжет Камедии Чем больше Умных Слов Тем больше Шансов Что вас Обманут Значит Она не Главная Прокладывает Магистральный Сюжет Камедии Все прочие Включая Чацком Существуют По отношению К ней Лишь в Транательном Залоне Он даже Пишет Чацки вообще Мога не приезжает Сама Пьеса была 70 страниц Этому Бреду Дают Люди Уважаем Доктора Наук Пожалуйста И это Такое На каждом Шагу И это Везде Так Дальше Читаю Что Человек Пишет С точки Зрения Интриги И самой Любви Софьи К Молчарину Чацки Как бы мог Вообще Не приезжать Это Написал Это Бред Понимаете Это Сумасшедший Человек Если бы Чацки Приезжал То была бы Другая Пьеса О чем Ты вообще Говоришь Но это Все это Глотается Почему Почему Это все Оригинально Интересно Самопытно Новое У нас Новое Стало Заменой Слово Истины А Слово Истина Я не Слышал Никогда Ни на Телевидении Самому Слово Ни в газетах У нас Вообще Это Понятие Отменено У нас Есть Польза Польза Обществу Если Ради Пользы Обществу Можно Наукать Наукить Польза Общества Выше Всего Конечно Ложь Сильнейшее Орудие Человеку В борьбе За жизнь Но Всегда Приходит За это Расплачиваться Потому Что Ложь Обоюду Острая Дальше Я мечтаю Что этот Человек Пишет Это Что-то Фантастическое Что-то Написал Да В общем Он там Приводит Цитату И говорит Что Ни Котинин Ни Пушкин Ничего Не Поняли Значит Грибоедов Написал Пьесу Пушкин Ничего Не Понял Котинин Ничего Не Понял Гончаров Все Люди Которые 150 Лет Ставили Ничего Не Понял А Только Один Пуш Спорить Нельзя Новато Новаторы Неприкосновенные Это Мне Напоминает Знаете Что Такую Ситуацию Вот У нас Раньше Все Ремя Критиковали Консерваторов Реакционеров Староверов А Новатор Рука Мне Объясняет Такую Ситуацию Вот Был Пожар Хвалили Ругали Консерваторов И так Далее Пожар Стали Заливать Володу Уже Пожар Давно Кончился Уже Наводнение Началось А мы Все Будем Уж Теперь Нет Страшнее Для прогресса Чем Новатор Уж Давно Пора За них Признать Уже Все Те Кто Раньше Были Консерваторами Стали Новатор Сейчас Что Нибудь Новенькое Сдел Все Тебе Все Прощается Вот Читайте Что Он Пишет Кто Такой Фамусов Как Вы Думаете Хотя Вы На Коре Тулат Не Читали Ну Ладно Читали Ну Не Ну Наверное В сокращенном Вот Вам Читаю Вот Гений Болян Гений Никто Эти книги Не Читает Ну Дали Прим Страниц Всеми Страниц Напечатаю Вот Я Читаю Катенин Пишет Про Часткова Говорит Много Бронит Все И Проповедует Некстати Но кому уговорит он все это? Фамусову, Скалозубу, на бале московским бабушкам, Молчалину, это непростительно, вторит ему Пушкин. Комментарий Голлер. Оба так и не поняли, кажется, что автор как раз именно это имел ввиду. Оба они не поняли. Ну хорошо. Вообще, в принципе, можно написать такую фразу. Можно сказать, Гегель не понял, и Христа предупреждает, что он там кто-то не понял, а это не понял. Это не воспрояется. Ну надо же обосновать, надо же доказывать, а никаких доказательств нет. И вот это грематья, это бред силой кобылы. Вот он дальше про Молчалину пишет, я вам почитаю. Хлестово. Молчалин, вот чуланчик твой. Ненужные проводы. Пойди, Господь с тобой. Чуланчик. Вот истинное место Молчалином доме. Чуланчик. Хлестово при всем желании не могла бы разглядеть в этом человеке чуланчика возможного хозяинного дома и мужесовики. Прекрасная девушка полюбила человека из чуланчика. Это он пишет. И никто не понимает ее, не хочет. Это он пишет, что она полюбила человека из чуланчика. А Грибоедов пишет, что кого она полюбила? Кого? Дулат. Значит, нам этот Голен вместо пьесы Грибоедова подсовывает свой вариант. Ну это, пожалуйста, если он такой же гений, как Грибоедов, почему, если мы... Ну мы меняем Шилан... Ага, да, не Шилан, облах уже. Мы меняем 100 рублей на копейки. 100 рублей на копейки. Он дурак, а он и подлец. А я, наверное, на телевидении слышал. Тоже оригинално говорят. Нам нужны молчане. Правда. Нам нужны... Нас совсем не хватает этих самых подхалимых и мученых. У нас просто дефицит на них. У нас полсороны такие. Так, дальше. Все, вам приятно. Так, ну вам сейчас еще почитаю, не буду. Но того молчалина, какого любит Софья, мы с вами не знаем. Мы с ним так и не встретились в этой пьесе. Он, значит, приводит монолог молчалина. Во-первых, угождать всем людям без изъятия. Хозяину, где доведется жить. Начальнику, с кем буду я служить. Слуге, который чистит платье. Швейцару, дворнику, для избежания зла. Собаке дворника, чтоб ласкова была. Так, текст идет. Противно, конечно. Конечно, кто спорит, противно. Только ничего хорошего, между прочим, если человек поставлен в такую социальную нишу. Но не случилось ему родиться от Фамусова, как Софья. Или быть внуком Максима Петровича. Можно пожалеть, честный человек. Честное слово, мы ведь жалеем башмашки. Башмашкин откуда идет? Шнег. А? Шнег. Не понял? Шнег. Шнег Бога. Почему мы жалеем башмашкина? И почему мы не жалеем молчалина? Скажи про что. Башмашкин себя не унижает. Не унижает себя. Ни перед кем не заискивает. Никому не лестит. Никому не прислушивается. Его унижают. Поэтому мы ему сочувствуем. А молчален сам себя унижает. Он дурак и подвес по характеристике Григоедова. И спорить с этим невозможно. Ну вот он оригинально и пишет все. Цитирует Фамусова про Чарского. Он говорит, что с главой Чарский. Он славно пишет, переводит и говорит. Ведь только Фамусов оценил литературный талант Чарского. Какой литературный талант? Что пишет? Романы что? Пьесы? Он пишет докладные записки. Когда слушает. Об этом речь идет. Оказывается, еще у Фамусова и хорошей литературный талант. И вот с этой галиматьей состоит 7 страниц текста. Вот так. А вы имеете пользу обществу. Пользу обществу. А что там? Есть что-нибудь важнее пользы на этом свете? Пень, мне можно сказать? Можете? Вот вы говорили про пользу обществу, да? Да. Но вот вы... Я под словом пользу понимаю что-то очень конкретное. А вы что под ним понимаете? Вот вы... Вы сегодня вы сказали слово пользу, наверное, больше, чем я. Я понимаю так. Вот я понимаю, как один школьник, который сказал. Ну вот, говорит Татьяна Ларина, она же никакой пользы обществу не приватила. Я с ним совершенно согласен. И в этом смысле трактор гораздо лучше для общества, чем Татьяна. Вот это конкретно. Конкретно сказать. Пользу обществу, если я лью сталь, собираю хлеб, читаю лекции людям, которые ничего не хотят понимать и ничего не отвечают, на котором я ставлю оценки и так далее. Тут есть польза обществу. А вы что понимаете, как польза общества? Ну, вот вы сказали, вы проявили аналогию между Татьяной Лариной и трактором. Это, конечно, очень остроумно со стороны звучит, но не совсем верно сравнивать неодушевленный предмет, который используется людьми в хозяйственных нуждах. Да, хорошо, хорошо, я поправляю. Тракторист. Тракторист. Давай, можно немножко, чтобы конкретизировать? Можно такой вопрос задать? Татьяна Ларина является частью общества или не является? Она является частью общества. Она дворянка. Да. Что такое дворянство, собственно, было? Дворянство... Это вы знаете, это мы так уйдём на эти куда-то. Но мы же говорим, мы же у меня о социологии говорили. Вы мне ответьте на вопрос, на простой. Вы считаете пользу самой высшей ценностью? Я считаю... Какую хотите пользу? Какой смысл вы вкладываете в это слово? В этом смысле и понимаете. Я считаю самой высшей ценностью то, что... Я вас не спрашиваю, что вы считаете высшей ценностью? Я вам... Нет, просто я сейчас скажу пользу, а вы... Ну, это мой вопрос. А вы меня приватно поймёте. Я считаю, что польза, то, что... Это что-то такое, что в данной конкретной ситуации людям максимальному числу людей приносит добро и не приносит зла. Я считаю, что что-нибудь высшей пользы есть? Нету. Ну, всё, поймёте. Всё ясно. Ладно. Ну, что вам ещё сказать? Ну, уже закончилось всё. Я вам уже всё наговорил. Ну, думаю, что, конечно, толку мало будет от моих слов. Так, как мне опыт подсказывает. И вы вернётесь к своей жизни, и ничего у вас не изменится. А... Ну, в общем, всё. Желаю вам успеха. Будьте здоровы. Всего хорошего. Значит, ещё, девочки, я хотел вам сказать. Я не хочу сказать. Вы... Просто я знаю, как-то с принимающимися. Я не хочу сказать, что всё, что написано на русской культуре, плохо. Это неправда. Я так сказать не могу, потому что я сам. Хорошая работа. И я не могу считать то, что я живу, вообще никуда не буду. Очень много хороших работ. Но рядом с ним есть жены кошмары. Лживые, искажающие правды без конца. Ещё только последний пример вам. Вот я читаю в одной диссертации фразу. Чехов там пишет. Я бы поехал жить в монастырь, если не надо было молиться. Комментарий. Вот это слова настоящего верующего, который не хочет демонстрировать свою веру. Вот это всё вывернуто на изнанку. Чехов был неверующим человеком. И об этом писал без конца. Верующий человек, который говорит, я пойду в монастырь, но не буду молиться, а молитва это важнейшее для всякого верующего человека, обряд. Это неверующий человек. Вот выворачивается, всё на изнанку. Или вот то, что вам говорят, например, что вот теперь это мода. Круг этот самый такой. Обломок положительный герой, что лица прицать? Он его совращает. Это всё полная климатизма. Поверьте. В теме письма. Всё. Ну, конечно, ещё мог бы сказать, но уже не было. Какое было задание этого Лайдсей? Да? Ну, что я понял, что судя из всего пришедшего, он от вас был ничего-то большего, чем... Мне было совершенно невозможно собрать материалы таких масштабных, потому что эта тема оказалась очень узкой. Это одна станция. Я встретился, я сделал максимально, чтобы я добился встречи с одним из них. Я через момент уже начался встречи с руководителем, с человеком, который руководил командой, Дмитрием. Они именно начали встречу. Мы с ними... Я взял несколько вопросов, записал всё это на «Никторфорту». Ну, то есть, как бы, взял интервью. И не как интервью, а вот, потому что, когда я спрашивал, делать интервью или сделать интервью и вставить его в статью. А я просто... Мне сказали, нет, пишите статью. И тогда я вот написал, и здесь привёл некоторые вещи, о которых говорил Дмитрием. Вот. Я постарался спрашивать, то, чего нет. Потому что мы о разработке Солнцева писали на многих сайтах. Я ввел много статей. В основном, написывается техническое осложнение и какие-то конструктивные особенности. Я постарался, конечно, спрашивать то, чего не было. В общем, в мировом образовании Дмитрия не было сказано. Вот момент с внутренними искусственными источниками отраженного света тоже не было. Спросил, почему... Собственно, вот он считает, как он сам считает, почему мы его разработку выбрали. То есть, у нас был вопрос к поводу этих искусственных источников отраженного света. Как это выглядит? Он мне описал это как... Суши, вначале, включается над потолком. То есть, в потолке включается источник. Полость, в которой будет мощь источника света. Высущий свет. Да, и там находятся отражающие элементы, которые уже черенят вместо этого потолка. Это про надаём. Световая линжика будет освещаться внутренние пассажные станции. А внешние павильоны будут освещаться естественными сушами. Через префарируемые станции очень просто устроены. Просто, по аналогии с сараями, которые были в районе Солнцева в России в 16 веке, по аналогии с ними такой же формы сделаны... Вот как бы идёт вот так стена, вот так, вот так и вот так. И это всё едино-металлический лист префарированный, тонкий. То есть, в конце концов, в таком стиле более современном. Там отверстия разной формы. И за отверстиями разносится стекло. То есть, ну, если дождь пойдёт, или снег, как бы... Вот, но, как бы, стекло не приобретается в поникновение света. Свет спокойно прям проходит и освещает внешние натянутые конструкции. Смотрите, я готов поблагодарить прямо так. Пожду, а всё то, что вы мне сейчас высказали, может, было бы ещё добавить в текст, чтобы расшириться. Да, то есть, чуть подробнее, надо сказать, задумки архитектуры. По времени, я думаю, что это будет. Иначе, если я буду ещё на это время составлять... Ну, просто вы говорили, что вот... Я думаю, что только в 2017 году у вас есть время. Дело в том, что мы говорим здесь, если мы говорим здесь, но, я просто не знаю, как это правильно сделать. Если я вы... Я считаю, что из этого нужно сделать большую статью, не информационную замену, которую, вот, которую, пожертвам надо привязывать к какому-то событию. Ну, что, говорили с ним, вот, на это, 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 на это. Это более средний материал, да? Я считаю, что нужно, даже нужно тратить время на то, чтобы добавить больше критики. А, ну, что, тогда я... Не думаю. Да. 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 Да.